Мы поднимали вопрос, хотели, с девочками был разговор, чтобы нам спустили цену, а тут нам раз новость, нам еще и поднять. За последние несколько месяцев это второе повышение арендной платы. В начале декабря тариф вырос в среднем на одну тысячу рублей. Обосновывать это решение в администрации рынка тогда якобы не стали. И вот в середине февраля условия аренды опять изменились. Плюс еще одна тысяча рублей за возможность торговать на больших исадах. 19 454. Вот это уже новые кто получил. Кому выдали новые? А сколько у вас сейчас до первого марта было? Вот до этого. Вот декабрьский последний, правильно? 17 690 рублей. Опять же, просто торговое место. Этот день на рынке запомнят многие. В истории крупнейшей торговой площадки города еще такого не было, чтобы полсотни коммерсантов разом покинули свои прилавки и направились к зданию администрации. Пытались с ними договориться, они тоже сказали, не нравится уходить, и 10 человек уйдут, остальные останутся. Лично нам он так сказал. Каждый предприниматель может вам предоставить свои долги поставщикам. Минимум 300 тысяч на каждом предпринимателе. На каком основании нам эту арендную плату повышают? Нет, он нас сидит, они так не выходят. Не выходит, они с окна, смотрят, не выходит к нам. На шум директор рынка Мухаммед Конуков так и не вышел. Охрана на входе в офис дала понять, сегодня у шефа неприемный день. По какому вопросу сказать, что стоит? Телевидение по поводу митинга предпринимателей. По повышению арендной платы. Нет, позже будет. Позже будет? Да. Заявление от предпринимателей в ближайшее время ждет бизнес-омбудсмен Наиля Никитина с целью разобраться в ситуации. Для нас важно, чтобы они документально оформили заявление, и тогда уже мы будем приглашать все заинтересованные стороны в разрешении данной ситуации. То есть однозначно мы будем обращаться в органы власти, правоохранительные органы, если там будут нарушения. Для этого мы сначала должны разобраться с теми документами, которые у них есть. Выслушив омбудсмены, предприниматели приняли решение вернуться к прилавкам. Сейчас никто не готов жертвовать даже одним днем в надежде заработать. По подсчетам предпринимателей, с декабря прошлого года ежемесячная выручка упала до 7-8 тысяч рублей. И это в несколько раз меньше суммы арендной платы. Артем Лепехин, Вадим Матасов, Центр новостей.